Крым 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 Ч Крым 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 использовала перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах. Саммит в Тиране в эпицентре внимания – Украина. В Албании проходит саммит стран Юго-Восточной Европы, принимая в нем участие украинский лидер Владимир Зеленский. Между правительствами Албании и Украины было подписано несколько соглашений в области экономики и международного сотрудничества. В частности, президент Владимир Зеленский и глава албанского правительства Эдирама подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. По словам украинского лидера, этот документ будет способствовать развитию сотрудничества двух стран и укреплению позиции Украины в Балканском регионе. На встрече в Тиране стороны обсудили также оборонные потребности Украины и возможность совместного производства вооружений. Саммит в Тиране продлится два дня, его главная тема – ситуация в Украине. Завтра, 29 февраля, фокус будет сделан на Западных Балканах. К слову, напомним, что премьер-министр Албании Дирама гораздо лучше разбирается в истории, чем великие геополитики, автор болезненных исторических опусов Владимир Путин. Рама после недавнего интервью президента РФ Такеру Карсону и его псевдоисторических оправданий вторжения в Украину уходящих век так в девятый напомнил Путину, что если заглянуть в более раннюю историю, то можно выяснить, что Россия когда-то находилась в пределах границ Монголии. «Я знаю, что монголы – мирный народ, но я не думаю, что стоит, глядя на карты, используя историю как повод нападать на других людей, забирать чужие жизни, разрушать чужие дома, ломать чужое будущее. Это довольно безумное дело», – сказал албанский премьер. Содержательный и искренний разговор провел президент Украины днем ранее и с его височеством наследным принцем Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, совершив визит в Саудовскую Аравию. Обсудили пункты формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Немало внимания уделили и глобальному саммиту мира в Швейцарии на уровне лидеров стран. К слову, наши эксперты предполагают, что именно Саудовская Аравия будет играть весомую роль не только в нынешних процессах освобождения военнопленных в формуле мира, но и потенциально в будущих переговорных треках после победы Украины. Снова активизировались и голуби мира из Поднебесной. Практически год Китай предпочитал оставаться в тени и в ожидающей позиции с тех пор, как в прошлом году к первой годовщине полномасштабного вторжения представил свои 12 мирных шагов. И вот к началу третьего года Большой войны стало известно, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, РФ и несколько стран Европы для решения военного конфликта. Его визит состоится уже в марте, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая. Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, начиная со 2 марта, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса, говорится в сообщении дипломатического ведомства. Прошлый раз турнель Ли Хуэя по Украине, странам Европы и России состоялась в мае 2023 года. Подготовка к саммиту мира, увеличивающееся количество сторонников нашей формулы мира, вызывает ощущение еще худшего, чем обычно похмелья, и просто одурманивает кремлевских чиновников. Панические атаки посетили официальную представительницу МИТРФ. Машка, где Рюмашка Захарова негодует и плачет о капитуляции. Ермак, который хотя и допустил возможность приглашения России на так называемый саммит мира, но при условии готовности руководства нашей страны, прямая цитата, к справедливому урегулированию на основе формулы Зеленского, то есть фактического принятия заложенного в ней ультиматума капитуляции, чего, конечно, никогда не будет. Подобные заявления свидетельствуют о прогрессирующей неадекватности украинской верхушки и нежелании киевского режима урегулировать кризис политико-дипломатическими методами. Не кипятись, Машенька, чему быть тому не миновать. И сейчас мы о вашем верном проигрыше и неизбежной капитуляции. Ответит за все. Жена убитого Путиным российского оппозиционера Алексея Навального Юлия выступила в Европарламенте. Мафиози и глава преступной группировки против российского диктатора и его провластных халуев нужно действовать методами, которые ясны только им. Зеркальный ответ и жесткие шаги, ведь этим нелюдям язык дипломатии не ведом. Навальная призвала евродепутатов действовать решительнее. Примечательно, что в этот раз она начала свою речь с упоминания кровавой войны, развязанной Путиным против Украины. И напомнила миру, Путин способен на все, и договариваться с ним не о чем. Прошлую субботу минуло два года, как Путин начал полномасштабную войну против Украины. Вероломную, подлую. Весь мир бросился Украине помогать. Но вот два года прошло. Много усталости, много крови, много разочарования. А Путин никуда не делся. Все уже средства задействовали. Оружие, деньги, санкции. Ничего не работает. Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем, как о человеке с принципами, с моралью, с правилами. Он не такой. И Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым мафиози. Путин – главарь организованной преступной группировки. Не дипломатические ноты, а расследование запутанных финансовых схем. Не выражение озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги. Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. Путин должен ответить за все, что он сделал с Алексеем. Мой муж не увидит, какой будет прекрасная Россия будущего, но ее должны увидеть мы. И я приложу все свои силы, чтобы осуществить его мечту. Сегодня стало известно, что оппозиционного политика Алексея Навального похоронят на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» в Марьино 1 марта в 14.00. Приходите заранее, похороны пройдут на Борисовском кладбище, написала адвокат Навального. Накануне Ярмыш сообщала, что родственникам Навального отказывают в предоставлении помещения для публичного прощания с политиком и призывала тех, у кого есть возможность предоставить помещение, связаться с соратниками оппозиционера. Боятся даже мертвого. Экс-директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что публичного прощания с политиком не будет, так как все, абсолютно все площадки отказываются заключать договор. По его словам, соратники Навального нашли большой зал в Новокосино, где планировали устроить поминальную церемонию. Однако власти выдвинули условия о тихих похоронах с прощанием на Хованском кладбище. Заключение договора на зал не состоялось. И как и в Салихарде, снова выдвинули условия тихий семейный похорон с прощанием на Хованском кладбище. Один в один, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея. Предложение с Хованским крематорием принес лично Алексей Алексеевич Венедиктов. Ну, чтобы вы четко понимали, кто у Кремля и Собянина на посылках. В общем, зала не будет. Сволочи. Дату не дают. Зал не дают. Все равно все простятся с Алексеем, написал Жданов. Он отметил, что изначально команда политика планировала провести похороны и прощание с новальным 29 февраля. Но быстро выяснилось, что к 29 февраля нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу. Реальная причина понятна. В Кремле понимают, что Путин со своим посланием нафиг никому не будет нужен в день прощания с Алексеем, высказался Жданов. Власти действительно не хотят, чтобы похороны Навального проходили в один день с посланием Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, которое запланировано на 29 февраля. Рассказывали и верстки, близкие к Кремлю источники. По их словам, траурная церемония может перерасти в митинги или в протесты, а перед посланием обстановочка должна быть максимально спокойной. Идеальной датой, по их мнению, должно было стать 1 марта. Тем временем Путин пытается не только обращение к Федеральному собранию, но и другими помпезными похоронами, жаль пока не своими, отвлечь внимание от похорон своего злейшего оппонента, имя которого он никогда даже не произносил вслух. Вот, к примеру, российский диктатор припхался на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая проходила дорого-богато в колонном зале Дома Союзов. Этого преступника и порождение режима хоронят, да, конечно, со всеми почестями. Убив Навального и устроив шантаж его телом, кремлевский режим загнал себя в ловушку, сам того не подозревая. Среди элит зреет раскол и от похорон Навального в Москве не знаю чего ожидать. Боятся любого развития событий. Эксклюзивно в нашем эфире сообщает российский оппозиционный политик Геннадий Кутков. Там идет борьба между, скажем так, умеренными должностными лицами в России и вот этими федерастами отмороженными, которые не знают, что с этим делают, но хотят все запретить. Какая точка зрения, какая оппозиция победит, сейчас сказать сложно. Допустим, там есть такие люди, которые предлагают, скажут, ну давай, все равно там сделаем пустые люди, придут, да, дальше будет место паломничество, так сказать, и так далее, но, по крайней мере, хотя бы не будет там, никто же там не будет выкликать лозунги, придут с цветами в шкорных одессах и прочее, прочее, прочее. Типа это не превратится ни в какие-то действия, подрывающие кровавый путинский режим. Приедут даже иностранные журналисты. Тешица Пескова, анонсируя обращение своего хозяина к федеральному собранию, которое намечено уже на завтра. Под иностранными наверняка предполагаются приезжие из Эквадора и Непала. Спешит с таковым обращением к выборам и чувствует некий подъем на фоне зверств, учиненных противоппозиций и как будто успехов на Авдеевском направлении, поясняет в нашем эфире ожидания Путина от выступления политехнолог Борис Тизенгаузен. Впрочем, добавляет нового, очевидно, мы ничего не услышим. Успехи, которых нет, деньги, которых скоро не будет, скрепы, которые рушатся. Но Путин, как мантру, будет повторять, что все, несомненно, по плану. Путин такой, знаете, на подъеме. Помните, в 23-м году он вообще все обращения посворачивал и был не в настроении. А сейчас он понял, что надо обращаться. Но тут, понимаете, ему нужно сейчас выходить, потому что у него выборы, естественно. Ему нужно рассказать, чуть-чуть успокоить россиян, что все идет по плану, как развиваются вновь присоединенные регионы, что Россия своих целей обязательно достигнет. Это, знаете, усыпить бдительность, чтобы потом жахнуть по ним очередной волной мобилизации после выборов. Есть такое ощущение, зачем иностранные журналисты. Ну, мы видели уже Такера Карлсона, то есть это не то, что какой-то фрик, это популярный американский журналист, который вдруг решил, что да, с Путиным нужно поговорить. Но вопрос в другом, что он там услышал и что услышали американцы. Уже, по-моему, даже до сих пор не прекратили против печенегов шутить, но это такое. А для чего нужны? Чтобы показать, что, смотрите, Россия это не концлагерь, Россия это не один большой гулаг, Россия это демократическое государство. Смотрите, вот тут иностранцы сидят. Надоел усатый Бульбашенко. Белорусские эмигранты готовят переворот против Лукашенко, пишет издание Политико. Следуя представленной в материале информации, стало известно, что партизанская группа сопротивления Байпол, действующая из Польши, обучает офицеров и активно саботирует Кремль в его войне против Украины. И все это в рамках подготовки государственного переворота против минского режима. Группировка совершает диверсии против России, атакует российские самолеты, повреждает железные дороги и обучает белорусских добровольцев, сражающихся вместе с украинскими силами. Самому Лукашенко давно, еще года этак с 2020-го, постоянно меречатся перевороты и нападения с разных сторон. И в карту не гляди. Буквально неделю назад самопровозглашенный президент Беларуси заявил своему правительству, что Беларусь якобы опять попытаются расшатать, и находящиеся за рубежом оппозиционеры прорабатывают три основных сценария дестабилизации обстановки в Беларуси. Первым он упомянул сценарий, который назвал самым желанным для оппозиции. Это организация государственного переворота или насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании. Второй сценарий – использование текущей избирательной кампании как репетиции и начальный этап для подготовки к перевороту во время президентских выборов в 2025 году. И во исполнении этого сценария будут использованы все силы оппозиции, боится Лукашенко. Третий сценарий – резервный, длинная игра с широким привлечением инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий, заявил он. Может, впору и готовится, ведь Лукашенко давно по горло надоел демократически настроенным слоям населения Беларуси. Но сам он так просто не уйдет. Разве вынесут вперед ногами? Лукашенко буквально цементирует власть мощным бетоном самоутверждения и маниакальности. Синюшными пальцами будет держаться за кресло диктатора до последнего. Он дает месседж элитам вокруг него. Даже не рыпайтесь, я собираюсь никуда уходить. Он дает месседж внутри общества. Я буду вечно с вами. Только вперед ногами я уйду от этой власти. Кстати, я был в этом убежден. Я не верил ни в какие сценарии транзита. Я считал, что Лукашенко это тот человек, который будет держаться до конца. Но история заключается в чем? Через два месяца, в конце апреля, будет созван Всебелорусский народный сход, собрание. В которое войдут как раз эти же назначенные депутаты, представители правительства, администрации и пролукашенковских общественных организаций, и его же пролукашенковских партий. И там будет избан председатель Всебелорусского народного собрания. Ну, кто же может быть во главе народа и всей Беларуси? Конечно же, Лукашенко. Соответственно, он будет занимать две должности. Но он неделю назад подписал интересный указ. У председателя Всебелорусского народного собрания будет заместитель. Один-единственный. Значит, впервые в истории Беларуси появляется условный вице-президент. И кто же будет этим вице-президентом? И вот тут можем гадать. Или это будет тот человек, которому он может доверять. А кому он может доверять? Виктору, сыну старшенькому. Значит, это уже династия. Такой азиатский клановость выстраивает. Войну называют искусством. Она такое же искусство, как шизофрения или чума. Александр Довженко, украинский кинорежиссер. Друзья, приходите к нам завтра. Всегда ждем вас по будням на этом же месте. С вами была я, Ирина Узлова. Наша программа «20 минут». Увидимся и победим. Продолжение следует...